Равин Шнайдер Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Мы вам очень рады. Мы верим, что Бог сотворит сегодня для вас что-то замечательное. Мы верим, что сегодня у Бога есть для вас Слово. Да благословит вас Бог, я мессианский Равин Кёршнайдер. Добро пожаловать на очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Что мне нравится в этой молитве, так это то, что она не была придумана человеком. Но слова этой молитвы происходят из самой сущности Бога. Думаю, будет лучше, если мы начнем с чтения этого места, числа 6 глава, с 22 стиха. Потом мы будем возвращаться к каждой конкретной фразе молитвы. Я буду давать подробное объяснение еврейских слов и значений, что поможет вам лучше понять, что это за молитва. И вас ждет прекрасное учение. Надеюсь, вы готовы к чтению Писания. Мы начинаем с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит себя Яхве и сохранит себя». Сразу отмечу, что всякий раз в Ветхом Завете слово «Господь» обозначается четырьмя заглавными буквами еврейского слова «Яхве». Поэтому в Писании, когда мы видим слово «Господь», то в оригинале стоит «Юд-Хей-Вав-Хей». Это личное имя нашего Господа. Оно произносится как «Яхве» — имя Бога Завета. Благословение, о котором мы сегодня говорим, исходит не от какого-то Бога там, в небесах, но от личности. У Бога есть имя. Бог говорит Моисею. «Ваши праатцы, Авраам, Исаак, Иаков, знали Меня по имени, как Бог Всемогущий, как Эль-Шадай». Это титул. Но Моисею Бог открывает свое имя. Он произносит «Яхве». Патриархи не знали его. Бог говорит «Это имя Мое вовеки». Поэтому благословение Аарона — это личное благословение для нас от Бога Завета. Он — личность, и у Него есть имя. Когда я буду подробно объяснять каждую фразу молитвы, я буду говорить не «Господь», а как в оригинале произносить слово «Яхве». Итак, давайте вернемся к 22 стиху. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Яхве, и да сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». Провозглашая над нами это благословение, Бог говорит не просто абстрактное «Господь», но использует свое личное имя Яхве. Итак, что же здесь написано? Давайте посмотрим внимательно. «И сказал Яхве Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Первое, на что я обращаю ваше внимание, что это молитва, которую придумал не Аарон с сыновьями, священниками. Но сам Господь, сам Яхве дал это благословение. Он в точности открыл Аарону и его сыновьям, что нужно говорить. Это не просто пожелание. Это благословение исходит от самого Бога. Поэтому, возлюбленные, верой примите это в свою жизнь и будьте уверены, что Бог любит вас и что его цель и предназначение для вас – это милость и благость. Итак, еще раз смотрите. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Он говорит священникам, «Вот что я хочу, чтобы вы произносили над Моим избранным народом». А вы – избранные Божии. Все вы, кто принадлежит Иисусу. Поэтому Бог сегодня, вы Иисусе, произносит в вашу жизнь слова, которые Он произносил над Израилем. Потому что в Мессии мы стали одно. И иудеи, и язычники. Сейчас вся церковь – это Божий Израиль. Я говорю в пророческом смысле, что церковь сейчас стала Израилем Божиим. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не сказал, что церковь заменила Израиль. Но в духовном смысле вся церковь – это Божий Израиль и избранный Божий народ. И теперь благословение с 24 стиха. «Да благословит тебя Яхве и сохранит тебя». Это дает понимание Божьей цели для вас. На вашей жизни его благоволение. В еврейском языке это звучит «Яхве рахаха». Символ благословения. Царь, который спускается с трона, чтобы вручить дар своему подданному. Это любовь, милость и благодать. Таково Божие расположение к нам с вами «Яхве рахаха». И потом идет «Вейш мараха». Что в переводе означает «Да сохранит вас Господь». Слово «сохранит» указывает на пастыря, который сделает все, чтобы защитить своих овец, сохранить их в целостности. Вы помните, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 10 главе, что он не наемник. Он как пастырь сохранит всех своих овец, и никто не смог забрать у меня овец, которых ты, Отец, доверил мне. Я их защитил и сохранил. Поэтому вы можете быть спокойны. Да, мы живем в мире, где много опасностей. Мы слышим об убийствах, о терактах, о страшных болезнях, об автомобильных авариях и тому подобных трагедиях, что по сути своей внушает нам страх. Но Бог говорит «Не называйте заговором того, что мир называет заговором, и не бойтесь того, чего боится мир. Я Бог ваш, бойтесь лишь меня, и я защищу вас от всего». Поэтому мы читаем здесь «Яхве рахаха» «Да благословит тебя Господь» и «Вейшмараха» «И да сохранит тебя». Вы можете быть уверены, поэтому будьте внимательны и примите это в ваш дух. Бог благословил вас, благословляет вас и благословит. Он защитит вас «Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим». На иврите это звучит «Яир Яхве панав элеха». То есть лицо Господа повернуто к нам с вами. Церковь, Он смотрит на нас глазами полными любви. Его лицо светит на нас. Его сила, Его слава, Его благость. Он улыбается нам. Его любовь направлена к нам с вами. «Яир Яхве панав элеха вейху-неха». Давайте продолжим читать этот стих и посмотрим, что значит «вейху-неха». Это 25 стих. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя». Слово «милостив» также имеет значение того, когда Царь в Своей милости, благости и благорасположении снисходит до того, кто слабее. И это дает нам понимание, что Бог при желании мог за секунду нас уничтожиться, потому что такой силой Он обладает. Но вместо этого Он делает обратное. Он спускается, чтобы проявить к нам милость и благость, хотя мы ничего не сделали, чтобы это заслужить. «Да обратит Господь лицо свое на тебя». Здесь мы видим Отца, который приподнял ребенка и любуется им. Нам сложно это понять, но именно так относится к нам Бог. Он смотрит на нас с радостью и любовью, ведь Он сотворил нас по Своему образу. Он создал нас для того, чтобы мы имели с Ним отношения. И в нас есть что-то, что делает нас ценными для Него. Настолько, что Он послал Своего Сына Иисуса умереть за нас и искупить нас ценой Своей крови для Отца. Дорогие, Отец возлюбил вас еще до того, как вы познали Иисуса. Поэтому Иисус пришел на землю и умер за вас. Бог послал Своего Сына, потому что так сильно вас возлюбил. Он хотел вернуть нас к Себе. Он держит нас в Своих руках с гордостью, что Он наш Отец. Он нас обожает. Он горячо нас любит. Нам сложно это понять. И поэтому я молюсь, Отец, об откровении для всей Церкви, чтобы все мы могли понять Твое отношение к нам, Твоим деткам. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Бог использует это служение, чтобы коснуться, преобразить и обновить своих детей. Вот несколько историй, которые мы получили. Послушайте их. Недавно я наткнулась на вашу программу. Я смотрела, плакала и молилась вместе с вами. Равин, Бог использовал вас, чтобы вернуть в мою жизнь радость, надежду и желание сражаться. Теперь я даже могу служить другим израненным людям. Дайана. Равин, я смотрю вас уже два месяца. Мы с мужем — рукоположенные служители. Но я уже не горела в вере. Ваши учения обновили меня в духе, и мой дух ожил и получил освежение. Моя душа снова жива. Я могу смотреть вас часами, днями, и мне не наскучит. Спасибо большое, что вы обновили мою любовь к Иисусу. Дженнис. Слава Господу за то, что это служение смогло помочь людям таким, как Дайана и Дженнис. Мы продолжаем изучать молитву благословения. Здесь сказано, «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Это слово «шалом». Оно означает полную целостность. Это не просто отсутствие конфликта, войны, но шалом — это целостный дух, душа, разум и тело. Это то, чего Бог желает для нас, возлюбленные. Чтобы мы имели мир и ходили целостными, и чтобы мы были совершенными. Библия говорит, что в нем, в Иисусе, Мессии. Мы сделались совершенными. Когда мы читаем в Евангелии от Иоанна о том, что Иисус воскрес из мертвых, его ученики сидели испуганные за запертыми дверями. Все, что они знали, — это, что тот, за кем они следовали, был распят. Они были потеряны. Они жили в ужасе и страхе. Они собрались все в комнате в смущении и полной растерянности. И что произошло в тот момент, когда они вместе прятались в этом запертом доме? Царь Иисус сверхъестественно прошел сквозь стену и вошел в ту комнату, где они были собраны. Он дунул на них со словами «Примите Духа Святого». И затем он сказал «Мир мой, мой шалом, даю вам». Церковь, Бог даровал нам этот подарок, его собственное совершенство, его шалом. Он сказал «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь». Я победил мир. Мир мой даю вам. Мы снова пройдемся по этой молитве. Важно понять, что это не поэтический этюд. Это не простое пожелание добра. Это не купить поздравительную открытку с красивыми пожеланиями на ней. Послушайте, эта молитва отражает желание Бога. Он желает, чтобы мы с вами ходили во свете лица Его. Бог говорит, что Он благословил нас во имя Его. Яхве, Рехаха, Вариш Мареха. Я вас благословлю и сохраню. Вы должны ходить по жизни с полной уверенностью в том, что вы благословлены, и что Бог хранит вас от тьмы в этом мире и от опасности. И Господь продолжает. Яхве, Рехаха, Вариш Мареха, Яир Яхве, Панав Аллаха, Веху Неха. Послушайте, Бог Отец всегда смотрит на нас с вами. Мы никогда не выходим из зоны Его любви, заботы и защиты. Но Он блюдет за нами круглосуточно, 7 дней в неделю, с каждым движением секундной стрелки. Мы защищены, благословлены и безопасны в нем. Он держит нас в своих руках так, как Отец с гордостью держит своего младенца. Он смотрит с гордостью и любуется своим ребенком. Мы должны понять, что Бог наслаждается нами. Павел пишет в послании к Ефесинам, что мы должны молиться, чтобы нам понять богатство, славного наследия Его для святых. То есть в нас есть что-то, что очень ценно для Бога. В нас есть что-то драгоценное. Нам нужно получить откровение от Бога, чтобы это понять. Вы особенные. Вы очень важны Богу. Я прочту молитву благословения снова, но на этот раз я прошу вас принять это для себя в этот данный конкретный момент. Ваш Отец в Иисусе благословляет вас и хранит вас. Разве не придает вам это уверенности? Разве не заставляет это по-новому взглянуть на ваши обстоятельства и на то, куда вы направляетесь? Вы должны понять, что прямо сейчас ваш Бог Отец благословляет вас. И Он будет продолжать вас благословлять и хранить дальше. Итак, мы продолжаем. Говорится, да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим, то есть Его благоволение на вашей жизни. Куда бы вы ни шли, Бог смотрит на вас, чтобы облагодетельствовать вас и благословить. Такое Его благорасположение придает нам уверенности, и мы сможем сдвинуть горы, потому что ходим в уверенности о том, что с нами Бог. Помните, Иисус сказал, «Я с вами до скончания века». На иврите это слово «ханун». Оно означает, что «Царь снисходит к нам, да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и да помилует тебя». Царь снисходит к нам, чтобы явить к этому человеку такое благорасположение и такую любовь, что вручает ему дар. Именно так смотрит на нас наш Бог. Таково его благорасположение и отношение к нам с вами. Он снисходит к нам на наш уровень. Поэтому Иисус оставил славу небес. Он смирил Себя, ставший человеком, одетым в плоть и кровь, и умер на кресте за нас. Он спустился на наш уровень. Но для чего? Потому что Бог желает иметь с нами отношения. И мы продолжаем. «Да обратит на вас Господь лицо Своё». И снова это передает значение гордого отца, любующегося своим ребенком. Поймите, мы с вами действительно много значим для Бога. Поэтому так важно осознавать, что в каждом дне жизни мы на поле битвы. Наша жизнь — это постоянная битва. Здесь, на земле, мы всегда ввязаны в войну. Поэтому в послании Ефесиным сказано, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств и властей тьмы века сего. Мы на войне. Бог Отец убеждает нас, что лучше, если мы выберем любить Его. Он нас так сильно любит. И Он желает, чтобы мы доверились Его любви, верили в то, что Он нас любит, и ответили Ему взаимностью. Здесь, на земле, в вере и любви. Он ожидает от нас, что в ответ на Его любовь мы также сильно возлюбим Его. Как я говорил уже не раз, люди на небесах не выбирают славить или не славить Бога. Они делают это произвольно. На небесах невозможно не прославлять Бога. Это так же естественно, как дышать. А в аду наоборот. Они только и знают, что проклинают там Бога. Они не могут не проклинать Бога и занимаются этим постоянно. Но между адом и раем есть земля. И пока мы на земле, у нас есть выбор. Бог сказал, «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе жить». Бог Отец нас так сильно любит. Но Он просит нас верить в это и отвечать на Его любовь. Пока мы живем на поле битвы, на этой земле. И Бог дает нам свой мир. Он дает нам все необходимое, чтобы мы ходили в победе. И сейчас я благословлю вас на иврите. Когда я произносил над вами эту молитву, те, чьи сердца были открыты, приняли что-то. Потому что когда Бог послал Аарона и его сыновей и священников провозглашать это слово над народом Божьим, то когда будет звучать эта молитва, «Бог обещал, что положит на нас имя Свое и благословит нас». Я призываю вас принять это благословение. Вы учите числа 6 главу с 22 стиха наизусть. Верьте, что таково истинное отношение Бога к вам. У вас не должно оставаться вопросов по поводу того, любит Он вас или нет, благословил Он вас или нет, есть на вас Его благоволение или нет. Это так. Примите это и верьте в это. И также я хочу призывать вас выучить эту молитву наизусть и провозглашать это в жизнь своих близких. Провозглашайте это в жизнь своих супругов и друзей. Я думаю, на планете нет людей, которые бы чаще меня произносили эту молитву в жизнь своих близких. Я провозглашаю это благословение над моей женой и детьми при любой возможности. И милостью Божией я вижу, как Бог их благословляет. Да благословит вас Бог. Шалом. Библия не говорит, что деньги — это зло, но говорит, что они могут стать корнем многих зол. Это значит, что наше отношение к деньгам может привести к злу. Часто мы относимся к ним как к источнику безопасности. Но когда мы считаем источником нашей безопасности деньги, а не Бога, то это производит зло в нашем сердце, потому что вы создали идола. И вот почему Иисус так много говорит о деньгах. Ему нужны наши сердца. И мы должны принять решение, кому мы будем доверять, и кто наш источник безопасности. Бог или деньги. В нашей плоти идет война. Но давайте поставим Бога на первое место в наших финансах. Духовный принцип гласит, когда мы питаемся от какого-то служения, то нам нужно благословлять финансами то самое служение, которое благословляет нас духовно. А делать это нужно, чтобы поддержать его работу. Поставьте Бога на первое место. Давайте относиться к финансам так, как нас учит Библия. Пусть деньги будут нашим инструментом, а не Господином. Шалом вам. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам... Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе Книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «До озарит вас Господь светом лица Своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь, через служение «Узнавай еврейского Иисуса», то поделитесь им с нами.